привет ты снова на канале айти юзер help это видео будет о том как решить проблему с редактором sony vegas pro в том случае если у тебя происходит рассинхронизация видео и аудио дорожки когда ты добавляешь видео в видео файлы проекта часто встречается такая проблема что при добавлении видео в редактор происходит рассинхронизация аудио и видеодорожки то есть либо дорожка идет быстро либо аудио дорожка идет быстрее чем видео либо видео не успевает за аудио такая проблема и встречается довольно часто и она уже на этапе редактирования и на этапе редактирования и соответственно когда вы соберете проект итоговое видео тоже будет с рассинхронизованными аудио видео дорожками для решения этой проблемы мы рассмотрим три способа в этом видео один из них либо все подойдут для вас выбираете наиболее подходящий для вас и наиболее простой и ваша проблема будет решена и так давайте рассмотрим во первых из-за чего происходит рассинхронизация это из-за переменного битрейта вашего видео то есть если вы посмотрите на информацию характеристики видео информацию видео то это видео которое вызывает проблему с синхронизации будет иметь переменный битрейт ваша задача первый способ мы подошли к полно к первому способу первый способ решения этой проблемы рассинхронизации это записывать видео с и постоянным видео битрейтом с постоянной частотой кадров постоянной из постоянным аудио потоком то есть вам нужно в вашем устройстве записи будь то видеокамера либо какая-то программное обеспечение с помощью которого вы записываете видео установить такие настройки при которых итоговое видео будет иметь постоянные видео битрейт постоянное число кадров и постоянную постоянное аудио постоянный битрейт аудио если вы запишите такое видео то его можно будет добавлять в проект вегас и рассинхронизации не будет для того чтобы узнать характеристики видео вам будет полезна программа медиа-инфо вводите в любой поиск медиа-инфо английскими символами как видите у меня на экране и попадаете прямо на официальный сайт скачивайте приложение полностью бесплатная с открытым кодом скачивайте устанавливайте и после этого у вас появится когда вы нажмете по фона файле правой кнопкой мыши у вас появится вот такое меню выбираете его и вы запустите программу медиа-инфо далее вы нажимаете вид дерево и у вас появится вот такое окно со всем списком информации о файле здесь вы как раз можете увидеть получилось ли у вас записать видео с постоянным битрейтом с постоянным аудио битрейтом из частотой постоянного кадров это был первый способ не самый я считаю удобный потому что не все камеры могут так настроиться не все программные продукты можно выставить на такую запись но тем не менее кому-то он может помочь второй способ заключается в том чтобы записывать видео такое как вам нужно без разницы постоянный битрейт переменный то есть любое видео которое доступно вам для записи записали его и потом от конвертировать то есть взять это видео и в конвертере я рекомендую к примеру handbrake это тоже бесплатный конвертер бесплатная по как и media info поэтому можете его скачать либо через любой другой видеоконвертер абсолютно не важно главное чтобы там была функция бита и установить битрейт постоянный битрейт то есть если вы собираетесь видео это редактировать в вегасе то сначала прогоняете его через видео конвертер любой выставляете там функцию постоянный битрейт и потом уже итоговое видео от конвертированное добавляете в ваш видео редактор вегас и рассинхронизации не будет этот способ полегче чем предыдущий потому что вам не придется каждое видео и каждое устройство видеозаписи настраивать под постоянный битрейт а просто вот конвертировать любое имеющиеся видео и потом уже с ним работать но тоже не самый удачный способ поэтому давайте сразу перейдем к третьему способу заключается он в настройке вегас про так чтобы можно было сюда добавлять любое видео сразу к конвертирована не конвертирована с постоянно с переменным с любым битрейтом сразу добавлять сюда и с ним работать нормально как мы привыкли чтобы не было никакой раз синхронизации так давайте приступим для этого нам нужно нажать настройки параметры но не так как я сейчас нажал просто левой кнопкой мыши а по-другому нажимаем настройки наводим на параметры далее зажимаем клавишу shift на клавиатуре левую клавишу shift и левой кнопкой мыши классом у вас должно появиться вкладка внутренний вот такая вкладка у вас должна появиться появилась далее в поиске вводим с о 4 большими либо маленькими символами без разницы у вас появляются вот такие пункты вам нужно выбрать пункт и ней был и свой 4 комп out ридер фа и висе м2 тыс далее в поле валью в этом поле валью мы значение room который у вас стоит сейчас удаляем и пишем оуз английскими символами обращаю внимание большими большими английскими символами пишем полз далее нажимаем окей у вас здесь появится сообщение о том что чтобы стучит вступила это изменение в силу нужно перезагрузить приложение перезагружаете ваш вегас то есть закрываете и снова открываете и с этого момента проблем не должно быть то есть вы можете сюда в медиафайлы проекта добавлять любое видео с постоянным либо с переменным битрейтом сразу и спокойно его редактировать рассинхронизации уже не должно быть вот такие три способа мы сегодня рассмотрели пользуйтесь наиболее подходящим для вас а у меня на этом все если видео было полезным обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте комментарии любой под этим видео можете зайти на канал посмотреть там еще очень много интересных видео есть и уж совсем круто будет если нажмете на колокольчик который находится справа от кнопки подписаться на этом все всем пока